добрый день меня зовут сергей приветствую вас на канале 1серж23 сейчас я нахожусь перед катером диванер 192 в данный момент катер лечится от осмоса и в этом ролике я расскажу о первой схеме лечения осмоса на катере почему о первой схеме на самом деле этих схем несколько которые разработаны непосредственно как нами так и мировыми производителями химии которая этот который производится ремонт и лодок и катеров яхты всего остального в данном случае речь пойдет о не а глава когда катер покрыт неглобальным космосом катер не испорчен пескоструем катер не испорчена ничем то есть просто на катере обнаружен осмос и в данный момент что было сделано после того как катер был отбит но непосредственно катер пойдет под покраску не обрастающей краски вот покажи кстати как раз сразу как его отбили то есть уровень отбивки потому что это будет наверняка интересного ланильца лутки то есть после того космос на данном катере исключительно ниже ватоглинии выше ватоглинии нет то есть первый этап был проведение работ это отбивка укрытие катера отбивка катера подъем катера и после этого была произведена зачистка и очистка всей поверхности катера под уже непосредственно под покраску в результате очистки всегда выползает если на катере есть осмос он выползает в этот момент очень явно то есть проявляется следующим макаром то есть например есть пузырь осмоса если он уже лопнул то есть после того как вы производите шлифов катера под покраску не обрастает начинает либо происходить сразу отстрела либо начинает происходить трещина по пузырю если осмос уже вскрылся осмос это явление когда гилькоут катера уже подвержен значительному повреждению не справляет самими функциями либо каким-то образом в катер поступает вода но в данном случае я все-таки с наверно соглашусь с ладницем катера потому что осмос конечно его много ремонта здесь много но это не глобально то есть бывает все гораздо страшнее когда обваливается вообще все полностью 30 баллон скулы то есть и вообще когда посмысла очень очень много осмос носят на катере проявляющий характер всегда то есть изначально когда вы достали вот из воды его именно очень тепло сейчас космос приходится искать то есть мы знаем что он есть мы видим есть пузыри которые видно но при этом очень много пузырей которых практически не видно то есть его приходится искать и в первую голову, это помогает как раз очистке и ошкуривании катера абразивом. После того, как все пузыри были найдены, которые удалось найти, может быть они есть еще, может что-то еще не проявилось, может где-то еще в порах есть вода, но это найти нереально. То есть весь полностью осмос вылечить невозможно. То есть можно вылечить только то, что ты находишь. После того, как пузыри были найдены, они все были вскрыты. Давай, покажи как. Вот эти вот точки, это непосредственно сейчас было, вот катер выглядит в данный момент, как будто в него стреляли из ружья, но стреляли не очень сильно и такой средней дробью. То есть бывает все гораздо-гораздо хуже. То есть это еще в принципе вполне нормально и вполне допустимо. Допустимо имеется в виду для лечения. Вот это вот по этой части, то есть осмос есть и на бордах, то есть он как бы вообще расположен в хаотическом порядке. Почему? И есть подозрения о том, что в данном случае речь исключительно идет о наружном осмосе. Потому что когда осмос идет из баков плавучести, когда осмос идет внутренний, на самом деле там все получается гораздо-гораздо хуже. То есть там идет просто сплошняком, отваливаются скулы. А здесь он как будто, ну вот, ну конечно здесь вот с этой стороны его гораздо больше, но не похоже, все-таки не похоже. Ну, говорю, полчеткой гарантии здесь дать никакой нельзя, но не похоже на то, что вот данный корпус заполнен водой. Все-таки тем более и владелец катера проверял на предмет, засверливал, на пену проверял, то есть и не видел воды. Будем надеяться, что ремонт будет достаточно. Чисто на ремонт наружного осмоса. Ну, из моментов, которые в принципе всплыли дополнительно, это то, что пробка катера, сливная пробка, на это всегда надо обращать внимание, была не на герметике, то есть она вытащилась вообще без малейших проблем, как только отвинтили болты. Соответственно, через нее поступала в корпус вода, однозначно. Ну, вот вы видели по предыдущему ролику, как этот катер выглядел, вот когда пришел. И вот, смотрите. То есть сейчас все обнаруженные пузыри вскрыты. На примере данного катера я сниму еще несколько роликов, посвященных осмосу и другим схемам лечения осмоса. Потому что вот схема, которая будет применена здесь, не всегда подходит для, допустим, каких-то вот вообще глобальных вещей, когда с днищем вообще все плохо. Мне присылают постоянно видео, присылают ролики, присылают фотографии катеров, которые люди покупают, и присылают катера, допустим, которые после пескоструя, то есть они вообще все там, такое ощущение, что по нему не то, что стреляли, а просто стреляли очень и очень и очень серьезно. Потому что вот эти пузыри, они просто идут сплошным массивом. И ремонтировать там уже будет, для ремонта данных катеров будет разработано, не разработано, а существует совершенно другая схема ремонта. Потому что то, как мы будем делать здесь, там будет очень сложно применимо. Здесь будет сделано следующим образом. Здесь сейчас все пузыри, то есть не будет нанеситься глобальный гельковод на корпус катера, и в этом нет никакой нужды. Но все пузыри осмоса будут заполняться, будут заполняться гельководом, и после этого они будут вышпыриваться. Если осмос на катере найден, то есть здесь однозначно нужно понимать, что катер осматический, то есть гельковод корпуса потерял свои свойства. В этом случае обязательно, если вы обнаружили вообще осмос на своем катере, обязательно нужно задуматься о том, что катер необходимо перекрывать, перекрывать катер гельководом заново, это очень дорого и непрактично. Что нужно делать? То есть в данном случае применяется следующая технология, которая будет применена здесь. Нужно закрыть корпус катера, перед тем, как вы его покрываете не обрастающей краской, закрыть минимум в пять слоев, грунтами, специализированными, специально разработанными эпоксидными грунтами. В данном случае речь идет о грунте GELSO 200, фирмы International. Это английская фирма, и она вообще рекомендует закрывать противоосматическим грунтом, чтобы избежать подобных проблем. Катера сразу же, через полгода эксплуатации, как только они вышли сверху. Для чего это делается? Очень много владельцев не понимает, нафига им гельковод на корпусе. То есть они не понимают, что гельковод существует только для одной цели. Это вот то, что он белый, это просто дополнительный бонус. Гельковод существует для того, чтобы не допустить в воду к полиэфирной смоле, из которой изготовлен ваш корпус, вашего катера. Это вот основное свойство и задача гельковод. Это защитить корпус от разложения полиэфирной смолы. Потому что, когда начинает разлагаться полиэфирная смола, катер приходит в полную негодность. И вот именно для этого существует гельковод. И именно для этого существуют противоосматические средства, которые берут на себя частично его функции. Но вот здесь катер будет закрываться в 5 слоев. Дел в одном невесте в обязательном порядке. После этого он будет закрываться в 2 слоя грунтом примакорн. И на сколько хватит? Здесь куплена одна банка краски. Катер большой, площадь большая. Все-таки это 192-й Биланер. Но я думаю, что на 2 слоя хватит 100%. Вероятнее всего, под вопросом, хватит или не хватит на третий слой одной банки краски. Ну, будем надеяться, что... Насколько хватит, настолько хватит. По крайней мере, основные места мы закроем всем, что останется. Вот. Так что вот. Это первая схема лечения осмоса на катере. То есть, повторюсь еще раз. Первое. Это зачистка корпуса катера. Второе. Это обнаружение пузырей осмоса. Третье. Если пузырей осмоса не в космическом масштабе, и после их зачистки не складывается картина, что вы смотрите на звездное небо, то значит проводить следующую схему лечения. Берется гельковод, закрывается, ремонтируется, защищается. Все пузыри вскрываются, защищаются до живого стекломата. После этого производится реставрация непосредственно данных пузырей, не всего корпуса. После того, как пузыри осмоса выведены, пузыри отреставрированы, выведены все полностью, и корпус возвращен в свое детственное состояние, обязательно в пять слоев закрытие противоосматическим грунтом, и только после этого закрытие грунтами и не обрастающей краской. Что здесь и будет сделано. Так что вот, смотрите следующие ролики, то есть как еще раз говорю, я сейчас на примере данного катера, и на примере монтированных фотографий или видеоматериалов, которые мне присылают подписчики, расскажу о том, как делать, как можно поступить в случаях, когда катер либо безнадежно испорчен, либо осмос просто сумасшедший. То есть там вообще все, живого места на катере вообще ни грамма нет, то есть про это будет снят отдельный ролик. К этому катеру это не имеет никакого отношения. А так, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики для того, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. Спасибо за внимание, до свидания.